В Сургутском городском суде состоялось очередное заседание по делу экс-главы города Дмитрия Попова. На минувшей сессии завершился допрос свидетелей. Адвокаты и представители обвинения по видеоконференц-связи побеседовали с заместителем губернатора Югры Верой Дюдиной. Ее показания потребовались, чтобы ответить на ряд вопросов, связанных с покупкой помещения для обустройства билдинг-сада, дошкольного учреждения, расположенного на первом этаже жилого дома на улице Профсоюзов. Вера Дюдина рассказала о деталях выделения денежных средств на эти цели из резервного фонда окружного бюджета, полностью подтвердив показания самого Дмитрия Попова, которые он давал ранее. Приобретение имущества у Самборского не повлекло существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства, поскольку за выплаченные денежные средства муниципальное образование получило встречное исполнение в виде недвижимого имущества. Таким образом, на балансе администрации города это помещение находится на правах собственности. Тот факт, что билдинг-сад так и не заработал, объясняется отсутствием второй части финансирования. Помимо денег на выкуп недвижимости, должен был быть еще один транш на ремонт и оборудование помещения. Средства на счета мэрии по окружной программе из бюджета Югры так и не поступили. Также в материалах уголовного дела среди вещественных доказательств имеются письма об отсутствии ущерба как окружному, так и городскому бюджету, подписанные заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Дюдиной и два письма за подписью главы города Сургута Шувалова Вадима Николаевича. Теперь адвокаты и представители обвинения будут готовиться к прению сторон. Это возможность для обвинителя и ответчика еще раз выступить перед судом, обозначая свои аргументы. Дата следующего заседания пока не назначена. Дмитрия Попова, напомню, обвиняют в совершении трех преступлений по статьям «Превышение и злоупотребление должностными полномочиями» при совершении сделок по продаже песка, покупке помещения для билдинг-сада и выплате субсидий совхозу Северному. Уголовное преследование бывшего градоначальника началось еще в 2016 году.